Балышен Джоумен, специально для Железного Мира Это реально и мои детки! Это Пензо, детка! Дом-2 на ринге ММА в Пензе А, я могу, не решу, дать иммунитет Что Хабиб сказал о Макгрегоре и со скольки лет можно выходить в клетку? Кровь кипеть? Я помню, когда 17-18 лет, я тоже хотел рваться, драться Как тренируются бойцы ММА и с кем будет драться Алекс Кардо в мае 2017-го? Через несколько часов Олегу Петеримову предстоит провести довольно сложный бой на турнире по ММА Битва на Суре, который уже в шестой раз проходит в Пензе В предыдущей схватке Олег уступил сопернику из Тамбова по очкам и теперь они встретятся в реванше Кстати, двух бойцов помимо ринга давно связывает личная неприязнь Их драки на пресс-конференциях, извешиваниях уже никого не удивляют Впрочем, сегодня Олег спокоен как удав и о причинах конфликта говорит неохотно Вместо этого предлагает рассказать и показать, как проходят его тренировки Сколько у тебя тренировочных дней в неделю? Тренировочных дней у меня шесть, а тренировок получается двенадцать примерно И это между два раза в день, шесть дней в неделю В общей сложности, по словам Олега, чистая тренировка длится 25 минут Это пять так называемых кругов, в каждом из которых пять упражнений Выполняются они по одной минуте каждая, плюс еще одна минута отдыха между ними Не останавливаешь? Да, минуту бью кувалду по крышку, минуту тяну резину Подожди, ну она так прилично весит, килограмм наверное, ну сколько, ну шестнадцать точно весит, да? Я думаю весит, наверное Ну я тебе хочу сказать, так это, а подожди, только слева или с какой-то справа? Нет, с одной, со второй по очереди, минуту бью лайк Ну-ка давай-ка ударов пять, слева и справа, просто посмотри технику После ударов кувалдой, переворачивание покрышки и прыжки Сразу начинаю переворачиваться и поднимать Ну а здесь-то в чем фишка, вот это? Вот это вот, это больше как защита от прохода ноги Ноги проходят, я восстановил, от тебя отмахнул То есть это твой соперник получается, да? Ну более, да И так же интенсивность, я все интенсивно делаю Итак, еще раз сначала, бьем кувалдой по покрышке, затем переворачиваем покрышку и прыгаем Далее тянем резину И в завершение приседания с 25-килограммовым блином В зале с железом Олег практически не тренируется Базой для него служат брусья и турник Скажи, а как ты вот эти упражнения сочетаешь? Брусья, турник, потому что это все-таки база? Да у меня, как обычно, я делал раньше, у меня была вот интернерировка Я пробегал 10 метров и после 10 шел Восемь подходов на турник Восемь? Ну максимум могу, да Первый подход максимально, отдыхаешь, идешь на брусья, да? Нет, сразу встал, здесь турник отпить надо А вот так вот Подход так, подход так, подход узким, широким, заголовым, груди И вот такие подходы были Восемь подходов А между подходами сколько отдыхаешь? И на максимум делаешь или чуть-чуть оставляешь? Да, пытаюсь на максимум делать все Сделал на максимум Пусть будет, я сделаю пять раз, но не буду максимально, чтобы я через силу сделал, грубо говоря Всегда через силу делаешь, да? А, и турник у меня пять подходов был Ой, брусья Брусья, да После этого ушел, там уже растягивался, шел на мешок, вставал Кроме того, важную роль в подготовке бойца занимают тренировки по боксу и борьбе Это очень интенсивные занятия Отдых между раундами всего одна минута С тренировками все понятно Тренируешься интенсивно Но бывает такое состояние, когда Вот чувствуешь, что не хочешь идти в зал Чувствуешь, что хочешь спать, но не можешь Вот состояние перетренированности Потери сня и потери аппетита Я думаю, такое состояние у всех бывает Когда уже не хочется на тренировку Когда нет сил, потому что это делается Когда сна нет, попадает аппетит Такое ему часто бывает Мне недавно писали, какой препарат называется Нервовид А что за препарат? И что он дает? Он как бы устанавливает, грубо говоря, режим сна Ложишься вовремя Могу успокаивать тебя Нервная система, да? Чувствуешь, что глубокий сон, да? Да, помогает ему восстановление Вернуть тебя, как сказать, в правильный прием Пользуясь случаем, наш ведущий Юрий Голубев также решил проверить себя На прочность и попросил Олега Провести небольшой мастер-класс Показать несколько эффективных приемов Впрочем, краткого мастер-класса Оказалось недостаточно Боец запросто провел удушающий Массивный бодибилдер не смог устоять перед натиском Парня из ММА Кстати, в этом же зале мы встретили Несколько бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова Иглс ММА Вечером эти парни также проведут бои На турнире Битва на Суре Один из бойцов двоюродный брат Хабиба И, похоже, легендарный боец Лично следит за его подготовкой Вот сейчас тебе брат Хабиб звонил Какие указания давал? Что спрашивал вообще? Спрашивал, сделали тренировку Сказал, вот, пообедай Битва на Суре проходит в Пензе уже в шестой раз И считай, за одним из весьма крутых региональных турниров Уровень турнира, вот, как в большом городе миллионники Потому что отличное шоу Звук, свет Бойцы с разных стран Алекс, ну, пользуясь случаем Наши партнеры, Фитнес Лайф Они вот дают вот такие препараты Причем это все натуральное Не химия Вот здесь как раз вот видим Повышает выносливость И... И ХХЛ Как раз мой размер Поддерживаем отечественного производителя Наши партнеры, компания Фитнес Лайф Предоставила бойцам, участвующим в турнире Натуральные комплексы новой линейки Фитнес Лайф Это 19 инновационных препаратов Для силы, скорости и выносливости Препараты подходят для всех видов спорта Кстати, в 2015 году Левитон, например, уже был протестирован Известными бойцами ММА Кстати, организаторы решили провести Небольшой эксперимент И пригласили на турнир в качестве ведущей Ольгу Бузову Господа Ольга Бузова Слушайте, ну мне нравится, правда Я бы, пожалуй, возьму тебя за собой Буду брать на все мероприятия И вы уже всегда меня удивляете Ольга стремилась держаться молодцом Но все же порой чувствовала себя Не в своей тарелке Мы постарались выбрать самые яркие моменты Ее участие в этом шоу Сейчас год чистый, угрышающий Правильно? Что-то смеетесь, да? Парни, нормально? И это однозначная 100% победа Кудряшова Анатолия! Нет? Так что за механом Кто тебе больше понравился? Презинавайся А, я могу Кудряшову дать иммунитет? А у меня что, нет права века сегодня? Это реальный мой детка Мяу! В тот момент, когда они кричали Давай, мочи его по печени Видите, он же слышал Он мог печень перекрывать Просто, может быть, да Придумясь на систему Чтобы у вас была клубка И чтобы вам подсказывали Чтобы соперник не слышал А теперь сейчас Уберите, уберите! Ну ты что же слышишь Все в своем детстве? И печать Впрочем, несмотря на некоторые сложности Ольга все-таки сумела добиться признания публики Что же касается главного почетного гостя Турнира Хабиба Нурмагомедова То за одним из лучших бойцов легкого веса По версии UFC На турнире охотились не только фанаты Но и журналисты Общаясь с прессой Хабиб в частности рассказал о том С какого возраста Он бы допускал бойцов К соревнованиям по ММА Я, например, руководил бы Это мог бы контролировать Я бы, наверное, меньше 20 не пускал бы Потому что как-никак бьют Это не боксерские перчатки Это четырехлунцовые маленькие перчатки Много сетчик получает молодежь Много нокаутов, сотрясений мозга Но я думаю, меньше 20 не пускал бы Просто меня отец сам не пускал До 21 года я даже спарринги не делал Да, я тренировался в ММА Но у меня спаррингов вообще не было Не менее интересным был и прогноз Хабиба На развитие ММА Нурмагомедов предположил Кто из россиян мог бы стать успешным бойцом в UFC Из тех, кто выступает в UFC Можно Ислама хочу отметить Магомед Бибулатов 57 килограмм его только подписали В тяжелом весе, я думаю, Минаков Мог бы чемпионом UFC стать Если его подписали бы У него счет проблемы Контрактные с Белатом Также есть другой тяжеловес Сергей Павлович По-моему, 9-0, 8-0 С моей командой Сигал с ММА Я думаю, у него тоже очень большое будущее 24 года Это только начало для тяжеловеса Здесь очень много бойцов Сейчас у нас ММА сильно растет А вот на уже приевшийся всем вопрос о Макгрегоре Хабиб отвечать не стал Все уже достали? Еще больше нечего задать, что ли? Напомним, ближайший бой Хабиба Планируется в марте с американцем Тони Фергюсоном От нашей компании Вот этот натуральный препарат Он тебе как раз поможет восстановить силы Спасибо большое Что же касается двух самых ожидаемых боев этого турнира То Олег Скордо одержал победу в бою с Антоном Лотковым А вот Олег Петеримов из Пензы К сожалению, вновь уступил по очкам в реванше Рустаму Мадаяну из Тамбова Я проиграл Нечего говорить даже Сколько дерусь, всегда одна и та же ошибка Ничего никак в этом Исправить не могу, поэтому не знаю Может даже заканчивать пора, не знаю Спасибо большое, друзья Вот не мое это, я не знаю По характеру, чем боец сильный, стойкий То есть нельзя сказать, что надо дать должное, но сильный парень То есть за этот рекорд до меня у меня был 9-0 То есть потом пошли уже поражения Впрочем, было на этом турнире еще одно событие Развязку которого мы узнаем не раньше мая 2017 года Участник проекта «Культ тела-2» Денис Рогозин Который на проекте готовится стать бойцом ММА Вызвал на бой В зале шутили, что такое решение можно было принять только под левитоном Препаратом, в инструкции которого сказано, что он повышает тестостерон На 27% Впрочем, вызов Рогозина Алекс принял И теперь за слова придется отвечать Я готов к этому вызову Вы все видели сами Вызов сделан, вызов принят Будем готовиться Это будет реальный бой, реальный поединок Я реально в мае выйду в клетку И буду биться с Алексом Кардо Что ж, уже на следующий день мы встретили Дениса Рогозина на тренировке в одном из пензенских бойцовских клубов Кстати, Денис – обычный парень из Пензы, который в 37 лет бросил вызов своей Лене и пошел тренироваться, чтобы за полгода подготовиться к бою по ММА Что, смотрел бой? Да Кардо, ну как тебе? Ну, я думаю, шансы есть Да, шансы есть То есть, видно, он может и в стойке поработать по бою с Монсоном И побороться по последнему бою Поэтому нужно комплексно быть готов Говорят, Алекс Кардо тоже обещал прийти посмотреть, как готовится его соперник Однако в зале мы его так и не дождались Возможно, после банкета, который накануне прошел в одном из местных ресторанов Он чувствовал себя немного уставшим Ну, а что касается Рогозина Более подробно о его подготовке к турниру мы расскажем чуть позже Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за новостями на нашем канале 5 и 26 марта пройдет выставка спортивного питания и фитнеса площадью 10 тысяч квадратов Более 20 образцовых турниров Приглашенные гости Звезды мирового масштаба Станьте частью яркого спортивного праздника нового уровня Сайбериан Пауэр Шоу 2017 Сайбериан Пауэр Шоу 2017 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...